Обо мне не беспокойтесь, я сегодня в армии. Не надо! Не надо! Добрый день и добро пожаловать на канал Перевод Жив. Сегодня мы поделимся интересным упражнением на разделение внимания. Это очень полезный навык в синхронном переводе. Это, собственно, даже не упражнение, а игра. Одна из разновидностей шахмат. Блиц, где у каждого игрока по пять минут. Секрет в том, что в отличие от традиционных шахмат, где у вас есть практически неограниченное время на то, чтобы продумать свой ход, обдумать разные варианты развития, где иногда партии играются по несколько недель, месяцев. Здесь мы имеем дело как раз с шахматами в таком достаточно цепнотном режиме, где вы должны постоянно оглядываться на время. Потому что даже если вы будете планировать самую хитроумную, самую блестящую, самую гениальную операцию, время может, к сожалению, подойти к концу, и вы все равно останетесь с носом. Итак, я скачал приложение, открываю, начинаю играть, и вот мои первые впечатления. В голове моей стоит полный бардак, просто хаос. Я не понимаю, каким образом можно в эти сжатые сроки проводить некие наступательные операции, ходить так, чтобы противник себя не съел, что-то пытаться предугадывать, выстраивать какие-то ходы, и при этом еще успевать делать так, чтобы эти ходы делались быстро. Так же, как и в упражнении, которое мы ранее предлагали на разделение внимания, здесь мы имеем дело с ограниченным ресурсом. Твердый знак, пыль, мягкий знак. И здесь прослеживается четкая аналогия. В шахматах мы пытаемся наступать, поставить шахмат. Это соотносится с тем, что в упражнении на разделение внимания мы читаем текст, пытаемся его запомнить для того, чтобы потом воспроизвести на другом языке. То, что мы следим за временем, это счет. 23, 24. Необходимость следить за тем, что делает соперник, это соотносится с тем, что, допустим, мы должны стучать, постоянно отбивать ритмы, делать это достаточно громко. И здесь как раз мы снова возвращаемся к тому принципу, о котором мы неоднократно говорили с Дмитрием Михайловичем. В синхронном переводе важен не идеальный ход, а оптимальный ход. Вот и здесь очень часто вам приходится принимать не идеальные, но оптимальные решения. И в этом как раз и заключается прелесть и сложность данной разновидности шахмат, где вы четко понимаете, что, скорее всего, можно было пойти по-другому. Но у вас нет слишком большого количества времени для того, чтобы продумать эти ходы. И вот сижу я, опозоренный, думаю, как же так? Я синхронист, у меня голова должна уметь делать несколько вещей одновременно. Оказалось, есть еще куда расти. Когда я сыграл 100 или 200 партий, я обнаружил, что я уже не паникую, что я могу спокойно обдумать и свои ходы, понимая, что вот здесь меня не съедят. Я начал уже различать какие-то комбинации, которые планирует противник. И я отслеживаю время. Если, допустим, я вижу, что у меня времени остается меньше, я понимаю, что мне нужно делать ходы быстрее, то есть меньше думать или думать быстрее. То есть мы мобилизуем свой организм еще сильнее. А если я вижу, что у соперника остается меньше времени, то я понимаю, да, я могу чуть больше подумать, качественно спланировать свои наступательные операции. И это удивительное ощущение свободы и управления процессом. И я в очередной раз убедился, что мозг – это уникальный гибкий орган, который может подстраиваться под что угодно. И это еще раз подтверждает тот тезис, что синхронный перевод – это не что-то запредельное, то, что могут делать какие-то гении, а это набор навыков – когнитивные процессы, физиологические процессы, которые можно натренировать. Раз, раз, перевод жив. Подведем итоги. Мне очень нравится такой вид досуга, потому что здесь есть эффект три в одном. Во-первых, это игра. Во-вторых, мы совершенствуем свои навыки в шахматах. И в-третьих, получаем прекрасные упражнения на разделение внимания, что дополнительно развивает наши навыки синхрона. Остап несся по серебряной улице легко, как ангел, отталкиваясь от грешной земли. На этом пока все. Хорошей игры и до новых встреч. Раз, раз, перевод жив. Продолжение следует... Продолжение следует...